Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Крест смерти – это медвежий сигнал на бычьем рынке. Он появляется, когда 50-дневная средняя скользящая пересекает 200-дневную, и считается потенциальным разворотом рынка. Например, в 2018 году на графике биткоина мы обнаружили такой сигнал. Вот он, 50-дневная пересекает 200-дневную, что привело к затяжному медвежьему рынку биткоина. Абсолютно такой же сигнал вот здесь мы наблюдали и в 2014 году на графике биткоина. После него, как ты видишь, тоже начался медвежий рынок. Однако, как мы сегодня с тобой заметим, частенько бывают и ложные сигналы. Как распознать ложный и правдивый? Узнаешь, когда посмотришь это видео. Поговорим о том, что может значить для текущей цены биткоина потенциальный крест смерти, который будет на протяжении уже, возможно, месяца. Кстати, заметь еще, что вот эта 200-дневная средняя скользящая, которая опозначена зеленым цветом, в прошлом булране всегда служила поддержкой. И ни разу цена биткоина не провалилась ниже нее. Сейчас же цена биткоина не только провалилась ниже нее, но также и отскочила от нее. Сейчас, наверное, будет еще один ретест, от которого вообще все будет зависеть. Очень-очень страшная ситуация на самом деле. Так вот, поговорим о потенциальном кресте смерти, о том, что он может значить и означать ли он конец растущего рынка биткоина. Об этом я нашел 20-минутный ролик от Бенджамина Коуина, с недавних пор моего любимого биткоин-аналитика. Ссылка на него будет в описании. Я перевел этот ролик и хочу показать его тебе прямо сейчас. На самом деле, перевести 20-минутный ролик было то еще за парой, поэтому я надеюсь, ты поддержишь мой труд лайком. Мне будет очень приятно, каналу помогает расти, нас уже почти 180 тысяч, скоро уже 200, невероятные цифры. Сегодня мы поговорим о биткоине и его потенциальном кресте смерти. Мы давно не говорили про золотой крест и крест смерти. Обсуждая эти сигналы, мы имеем в виду 50-дневную среднюю скользящую и 200-дневную среднюю скользящую и их пересечение. Давайте немного вернемся назад, чтобы вы могли понять, как появляются эти кресты, что они могут значить и что иногда они не значат совершенно ничего. Посмотрим, что в прошлом показали нам эти паттерны и к чему нам нужно быть готовым через месяц или около того, в зависимости от того, что будет делать цена биткоина в ближайшее время. Итак, две линии на графике, это 50-дневная и 200-дневная средняя скользящая. Если 50-дневная поднимается выше 200-дневной, то это золотой крест и наоборот. То есть, краткосрочная средняя цена за последние 50 дней находится выше средней цены за 200 дней. Это и есть золотой крест. Обычно он говорит о бычьей тенденции на рынке. В первом цикле не было золотого креста, потому что 200-дневная просто-напросто еще не отрисовалась. Ведь ей нужны данные за 200 дней, а биткоин на тот момент столько еще не торговался. Как вы можете заметить, после основного движения здесь у нас образовалось пересечение 200-дневной и 50-дневной средних скользящих. На момент пересечения цена была в районе 5 долларов, немного необычно смотреть на биткоин по цене 5 долларов, а затем она упала примерно на 61%. Пока не делайте никаких выводов, сначала нам нужно посмотреть эти паттерны на каждом рыночном цикле. Вот следующее пересечение. 50-дневная поднимается выше 200-дневной. Это золотой крест. Он образовался в феврале. О чем сигнализирует этот золотой крест? Он сигнализировал о начале следующего бычьего рынка. С момента этого паттерна, когда цена была в районе 5 долларов, цена сначала немного упала, но мы не рассматриваем короткосрочные колебания, а смотрим на весь цикл. После золотого креста в этом цикле цена прошла скромные, действительно скромные, 22,5 тысячи процентов роста после золотого креста. Стоит отметить, что в этом же цикле был момент, когда почти образовался крест смерти, незадолго после первого пика. Цена опустилась к 200-дневной среднескользящей, но крест смерти так и не сформировался. Уже после второго пика этого булрана у нас появился крест смерти. Цена биткоина была на уровне 455 долларов. После креста начался медвежий рынок. Важно отметить, что после первого паттерна цена упала на 61%. Если мы немного одолим график, то увидим, что в фазах накопления есть ложные золотые кресты. Скользящие делают свою обычную работу, показывают среднюю цену, но сам паттерн ничего не означает. Почему же? Потому что в фазах накопления цена двигается в боковом канале, и пересечения скользящих образуются естественным образом. То есть в фазах накопления эти кресты не значат абсолютно ничего. Ребята, вот это очень важный момент. В фазе накопления эти кресты ничего не значат. Но в фазах растущего рынка или падающего они решают ключевую роль. Конкретно в этом цикле к бычьему рынку привел не первый золотой крест, а второй. В предыдущем лишь один золотой крест ознаменовал бычий рынок. В первом цикле у нас его не было вообще, то есть их было ноль. Получается ноль в первом цикле, один крест во втором и два креста в третьем. Просто попробуйте угадать, сколько золотых крестов было в последнем бычьем рынке. В текущем рынке. Их было три. Но почему три? У нас просто была более длительная фаза накопления. Еще большая волатильность внутри цикла. Здесь был первый золотой крест, затем последовал крест смерти, снова золотой крест и снова крест смерти, затем третий золотой крест и, наконец-таки, начало бычьего рынка. Что это значит? Получается, с самого первого бычьего цикла каждый раз количество золотых крестов перед стартом растущего рынка увеличивается на один. Сейчас, именно после третьего золотого креста, рынок пошел в рост. В текущем цикле был золотой крест, после которого мы видели мини-забег рынка. Я всегда был немного скептичен к тому, как быстро растет цена, но теперь, когда она немного откатилась, я чувствую себя более комфортно. Чем ниже цена опустится сейчас, тем лучше я буду себя чувствовать на пути к 100 тысячам долларам. Я считаю, что очень важно, чтобы институционалы и более крупные инвесторы закупили большое количество биткоинов по сниженным ценам. Это поможет в поддержке бычьего рынка до шестизначных отметок цены биткоина. Мы только что рассмотрели все три цикла на предмет золотых крестов. Теперь пришло время крестов смерти. Первый крест смерти привел к падению на 64%, второй 60% и третий 54%. Я думаю, что в этом цикле крест смерти будет рисоваться дольше, чем многие ожидают. Некоторые вообще думают, что дорога к 100 тысячам будет прямой и всегда вверх. Но это не так. По крайней мере, я так думаю. Сейчас мы потенциально двигаемся к новому кресту смерти. Пока средние скользящие не пересеклись и нет никакой гарантии, что это произойдет. Также не стоит забывать, что в случае удлиненного цикла мы можем получить подобные мини-фазы. Вместо длительного медвежьего рынка у нас будут небольшие спады, которые будут длиться не больше шести месяцев. Посмотрите сюда. После подъема и до образования промежуточного креста смерти прошло около 200 дней. После чего начался новый рост после нового золотого креста. Сейчас я думаю о том, действительно ли пересекутся эти скользящие. В 2013 году было очень похоже на это, но они так и не пересеклись. Почему? Потому что биткоин отскочил и начал расти достаточно быстро. Важно отметить, что тогда он оттолкнулся от 200-дневной средней скользящей. А сейчас мы находимся под этой средней скользящей. Теперь 200-дневная так или иначе рассматривается как сопротивление. Поэтому я считаю, что мы должны быть готовы к любым исходам. Мы можем предположить, что крест образуется через месяц, либо через 2-4 недели, если цена моментально не отскочит прямо сейчас. Все зависит от того, что будет делать биткоин. Если цена продолжит падать, то 50-дневная опустится довольно быстро. Намного быстрее, чем будет опускаться 200-дневная. А значит их пересечение только лишь вопрос времени. Если биткоин не вырастет до 50-60 тысяч долларов, то мы в любом случае получим крест смерти в начале следующего месяца. Я не знаю, где будет цена в этот момент. Если мы будем говорить о цене на момент формирования креста смерти в районе 42 тысяч долларов, то это станет подтверждением того, что в ближайшие месяцы сохранится медвежье настроение. Как в 2019-м, после второго движения цикла. А значит мы можем увидеть падение на 50-60%. Но на данный момент крест смерти еще не сформировался. И если цена отскочит и скользящие не пересекутся, то сценарий будет похож на 2013 год. Пока цена не дойдет до 46-47 тысяч долларов, я не буду считать любое восходящее движение подтверждением силы покупателей. Как я уже сказал, за подобными ситуациями нужно пристально следить. Эти кресты являются сигналом, иногда решающим, которые говорят, что цена не собирается моментально возвращаться к прежним значениям. Как минимум на краткосрочной перспективе. Как я упоминал ранее, у нас уже было импульсное движение, очень похожее на 2013 год. Если мы их сравним, то увидим, что сначала было импульсное движение, затем второй и третий пик. В данном цикле первое импульсное движение было в 2019, сейчас у нас второй пик и, по моему мнению, третий пик мы увидим позже. Еще вы можете заметить, что скорость циклов на этот раз ниже. Посмотрите на 2013, там все происходило куда быстрее, чем сейчас. Если мы возьмем свечные паттерны из того цикла и поместим их на этот цикл, то по длительности движения мы уже должны были достигнуть последнего пика, если сравнивать с 2013. Именно поэтому я говорю, что текущий цикл похож на 2013, но он намного более продолжительный по времени. Представьте сценарий, в котором у нас будет еще один крест и биткоин сделает что-то типа такого, а затем, возможно, у нас будет еще один золотой крест, скажем, примерно через 200 дней, как в 2013 году. Куда это нас приведет? Возможно, в начало 2022. То есть, конец этого цикла должен быть в начале 2022. Это отлично вписывается в концепцию, что каждый цикл становится длиннее. Без вот этого резкого роста до 300 или 200 тысяч долларов к концу 2021, что, кстати, является одним из самых частых прогнозов для биткоина. По мере того, как мы отслеживаем этот цикл, нам нужно быть готовыми ко всему. Будет ли у нас крест смерти? И если он будет, повторим ли мы предыдущие циклы, в которых цена опустилась ниже, а затем консолидировалась от 3 до 6 месяцев? Эти вопросы нужно держать в голове. Возможно, мы периодически будем возвращаться к ним в новых видео, чтобы определить дальнейший путь биткоина. Если же креста смерти и 6-месячной консолидации после него не будет, то путь к 100 тысячам долларам будет гораздо быстрее. Это основные сценарии, которые я вижу. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Буду рад поддержке лайком. Также подпишись на канал, если ты еще не подписан. Здесь мы говорим обо всем, что связано с криптовалютой. До скорого. Увидимся в новых видео.